Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Суть вопроса в том, что автор переехал в другой город по учёбе. Три месяца живёт одна. Первый месяц всё было замечательно. И в целом последние полгода жизнь была перенасыщена событиями. Я была очень вдохновлена новой жизнью, активно знакомилась с людьми, мои дни были чётко спланированы, мне это безумно нравилось. Но последние два месяца прошли очень тяжело. Сначала это было просто что-то вроде линии, я потерял интерес к всему, следовательно, ничем не занималось. Сейчас от нервных срывов хочется плакать, постоянно ком в горле. Собственно, человек описывает историю о том, что появилась раздражительность, про полная энергия что-либо делает, удивляется тому, как у других людей эта энергия есть. Есть. Вот. И, собственно, не может спать, разные мысли никому не показывают, что мне плохо, что ей плохо. Никому никогда. На учебу одевает маску, которую, к слову, сама начинает верить, когда с людьми. И чувствует себя отлично. Ну и, собственно, вот в этом суть вопроса человека и заключается. Не знает, как себе помочь. Да? Смотрите. Ну, во-первых, сами себе вы, скорее всего, не поможете. Потому что совершенно очевидно, что раз вы задаете вопрос, тут, ну вот, на сайте, то, ну, сами вы не справляетесь. Вот. А я думаю, что ваша проблема походит очень на проблематику, так скажем, эмоций. То есть это такая вот чисто эмоциональная проблема, где вы подавляете и, ну, как-то вот скрываете свои проблемы, свои чувства. Вот. Эта вот фраза, что я никогда никому не покажу, просто мне грустно, да? Эта вот фраза, она как никакая другая вас не характеризует самым лучшим образом, как мне кажется. Поэтому, если, если с чем работать, то в первую очередь с тем, чтобы все-таки, наверное, свои эмоции демонстрировать, показывать, учиться с ними обращаться. Вот. Максимально экологично, максимально конструктивно, так, чтобы они вас не отравляли. Вот. Много у вас не отреагированного, много у вас невыраженного, много у вас подавленного и, соответственно, адаптация проходит весьма и весьма тяжело. Поэтому я не вижу здесь ничего необычного в вашем состоянии, которое вы описываете. Оно неприятно, оно болезненно, но оно закономерно. Соответственно, 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 страх, что что-то произойдет плохое, это агрессия. То есть, то, что вы подавляете какие-то действия, ну, какие-то вот свои действия, да? Чувство, что в вашей жизни что-то не так, это реакция на отсутствие контроля. То есть, ну, вот, то, что вы привыкли контролировать в одной, там. Ну, в свою жизнь, да, вот, вы говорите, что ваша жизнь была распланирована, вам это нравилось. Но момент здесь в том, что, ну, во-первых, не всё можно контролировать, вот, это естественно. Во-вторых, когда мы контролируем, мы, в общем-то, ну, немножечко не живем в этом моменте. Когда мы контролируем, мы, я бы сказал, что не проявляемся сами в жизни. Мы в ней, что называется, не присутствуем сами в своей жизни. Мы как бы отдаляемся от неё, не сприкасаемся с ней. И вот то, что вы описываете, к сожалению, очень сильно на это похоже. Соответственно, вам нужна психотерапия для того, чтобы обучаться в своей жизни присутствовать, в первую очередь. В первую очередь присутствовать в своей жизни. Вот, замечать её. И, в общем-то, учиться с ней обращаться. Вот. А вот, вполне вероятно, что это одна из причин, которая у вас, ну, такое вот небольшое, небольшое количество друзей. Вот. И это вот такой высокий уровень формальности, высокий уровень формализации ваших отношений. Он очень коварен, коварен в первую очередь тем, что он создаёт это впечатление, что вроде-то всё и хорошо. Вот. Сыдаётся впечатление, что вроде-бы всё нормально. Сыдаётся впечатление, что, эээ, как бы, ну, всё в норме. Но, по факту, это вот не совсем, не совсем так. По факту, это обман. Получается, получается, к сожалению. Вот. Поэтому вам необходимо от этого потихонечку отказываться и вам необходимо менять свою модель поведения. Одно это сделать будет достаточно сложно, достаточно тяжело, потому что вы не привыкли и вам... вам страшно, вам больно, вам... Ну, может быть, вам страшно, может быть, вам больно, может быть, будет. Вот. Вам это кажется непривычно, плохой идеей вполне-вполне возможно. Это всё нормально. Это всё в общем и целом, естественно, поэтому тут вот самостоятельно вы с этим скорее всего не справитесь. И задача включается в том, что вам, вам помочь в этом. Вот. Вот. Сейчас, по сути, вы кричите о том, что... Вам нужна помощь. Сейчас, по сути, вы кричите о том, что... Не справляетесь и что... Вам очень тяжело и это нормально, что вы кричите об этом. Хорошо, что вы рассказали, у вас получилось такой очень большой длинный текст и... Чувствуется, вот, что-то, что называется... Наболело, да? Чувствуется, что прям вот наболело. Именно вот наболело, что-то вот так вот... Ну, держались, держались, держались и вот выплюнули это всё. Вы большая молодец. Нужно продолжать работу в этом направлении. Я бы сейчас рекомендовал бы просто посмотреть на то, кому бы вы могли поделиться своим состоянием, кому бы вы могли рассказать о своих чувствах. Ну вот. Я бы рекомендовал вам больше внимания обращать на то непосредственно, что вы чувствуете на то, что вам хочется, а не на то, как вы привыкли. То есть, это вот, как вы привыкли, это прямой путь, путь туда. Туда. Вот, это прямой путь, путь как раз. К тому, чтобы себя продолжать как-то вот... продолжать себя игнорировать, продолжать себя обесценивать, продолжать себя упускать. Вот, уже сейчас, как мне кажется, вы понимаете, что там путь в никуда. Но он... и правда... путь этот... и правда уйдет никуда. Ваша задача... Ваша задача научиться другой модели победительской. Ваша задача постараться сделать так, чтобы ваша жизнь была более такой вот... ну... гармоничной, более... более такой... приятной, что ли, на вид. И по ощущениям. И по ощущениям, вот, в том числе. Сейчас ничего такого не происходит, и... вам от этого безумно плохо. Как мне кажется. Вот. Это то, что могу вам сейчас сказать. Вот. Большая вы молодец, что... обратили за помощью, вот. Большая вы молодец, что... А... Ну, как... Что... Попросили помощь? Большая. Ээээ... Вы большая молодец. Но мне кажется, все-таки, что... Эээ... Пришло время вам заняться... Эээ... психотерапией. Пришло время вам начать... Заботься о себе. Пришло время вам... Что-то для себя... Ну... Что-то для себя делать. Вот. Вот. Вот как-то так. Я думаю, можно... Вам... Эээ... Ответить на вопрос... Который вы задаете. Вот. Я понимаю, я понимаю, что это не так легко. Я понимаю прекрасно. Я понимаю, что вам это нелегко. Вот. Я понимаю, что, может быть, это сложно. Я прекрасно понимаю. А... Вот. Но я так же понимаю то, что... Самостоятельно вы... А... Скорее всего, вот с этим не справитесь. Поэтому... Решать этот вопрос, конечно, вам. Эээ... Безусловно. Только вы можете решить, как будет складываться ваша жизнь. Эээ... Но я думаю, что... Основные направления... Вы, я надеюсь, увидели. Вот. Именно основные направления, я надеюсь, вы увидели. Как дальше будет зависеть от вас. Вот. То есть, как бы... Научитесь вы выражать свои чувства. Зададите ли вы себе вопрос, почему я никогда никому, там, например... Не... Эээ... Ну, не показываю... Эээ... Свои... Переживания, да? Свои чувства. Вот. И... Хочу ли я от этого научиться. И, соответственно, дальше уже можно будет о чем-то говорить. В таком вот, ну... Более... Наверное... Более подробно, да, можно будет говорить. Более... Эээ... Более точечно можно будет... Исследовать... Вашу... Ситуацию. Вот. На этом всё. Я... Вам... Эээ... Хочу пожелать... Эээ... Хочу пожелать... Эээ... Хочу пожелать... Эээ... Всего самого доброго. Эээ... Хочу... Пожелать вам... Чтобы вы... Не отчаивались. Вот. И... Обращайтесь... Эээ... Обращайтесь за... Помощью. Вам эта... Помощь, в принципе, в общем, это вам... Пригодится. Вот. Эээ... 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 Ну... Эээ... 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 Ээээ... 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 Ээээээ... Ну, как бы, всё будет оставаться вот так, как вот, ну, как сейчас, по сути дела, всё будет оставаться, к сожалению. Вот, поэтому от вас тут в данном случае, в конкретном, зависит, как будет складываться дальше ваша жизнь. А, удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok